Сегодня я вас приветствую вечером. Пользуюсь случаем, смотрите, 46% уже на влажность еще есть. Это здесь 46%, наверху еще окна подпотевают. Показать я вам вот что хочу. Пойдемте. Без вашего ведома, друзья, я поставил двери в прачечную и в котельную. И вот, чтобы дети не входили через стекло лбом напрямую, надо было наклеить какие-нибудь наклейки. Ну, вот самые подходящие я нашел такие. По сути, это балконная дверь, но фишка балкона в том, что у них есть ручка только с одной стороны. А в случае, когда у вас двусторонняя, вот такой вот костыль приходится ставить. И так же здесь. То есть красивая ручка, а тут вот такая вот бедолага. Суть-то вот какая. Я, опять же, без вашего ведома сделал полы за один день. С утра начал, вечером закончил. Все остальное буду показывать обязательно. Просто времени реально уже нет. Новый год уже наступает на пятки. Хочется отметить его хорошо. Казалось бы, прачечная к Новому году не имеет никакого отношения. Пойдемте в котельку, там эхо поменьше. Можно было бросить ее и сделать ее весной. Но прачечная – это сушилки, сама стиральная машина. И все это сейчас находится у нас в помещениях, в которых не надо находиться этим вот предметом. Тоже мне не очень нравится. В моей обители, обители красоты, чистоты и всего самого хорошего. У меня вот сейчас просто здесь навалено этого кафеля, который я хочу отсюда убрать. Мне он не нравится здесь. Ну, из-за этого я не могу здесь прибраться. Из-за этого у меня здесь грязно. Вон, видите, мусор валяется. Не нравится мне, в общем. Возвращаемся теперь к вопросу нашей прачечной. Разложил я плитку специально для того, чтобы понять подрезки. Если я там начинаю с того угла две ровные, то в конце выхожу вот на вот такую штуку. Это неправильно. То есть, получается, мы там плитку уберем сейчас, замерим то расстояние, это расстояние. Все это дело пополам разделим. И то же самое я проделаю вот здесь. У меня получается, что вон там будет стычок. И тут будут стычки. Но не такие, не маленькие, а прям нормальные стыки. Больше, чем половина плитки. Это смотрится лучше, друзья, поверьте мне. Ну, лучше, конечно, это на компьютере рисовать. Но в данном случае я уже начал. Поэтому буду делать здесь. К вопросу об аккуратности Дениса. Не такая уж у меня и аккуратность аккуратная. Потому что, выставляя лазер здесь на нуле, я вон там получаю где-то около полутора сантиметров перепада. То есть, вот на этом полу я, торопясь, накосипорил. Поэтому мне приходится сейчас подкладывать такие подкладочки. Ими выравнивать по двум лазерам. Вот к вопросу, опять же, необходимости иметь несколько лазеров, как и шуруповёртов, друзья. Красный у меня отвечает за верхнюю полосу. Зелёный у меня отвечает за нижнее основание. Очень удобно, очень удобно. Пользуйтесь, друзья. В одном из видосов, когда мы делали котельную, мне зрители написали, Денис, плитку мочить это глупо и неправильно. Прочитай на упаковке. Я прочитал на упаковке. Надписи никаких не нашёл. Затем считаю, что раз у меня в котельной плитка хорошо приклеилась, при том, что я её мочил, то таким же путём буду пользоваться и здесь. Сейчас мне главное первый ряд сделать идеально по уровню, после чего я дам ему высохнуть. И второй ряд мы уже пойдём прям по лёгкому, по лёгкому пути, так скажем. Вот в этом месте у меня будет стоять стиральная машина. Дальше будут сушилки. Автоматическую сушилку я ставить не планирую пока. То есть у меня здесь просто будут тёплые полы работать в хорошем интенсивном режиме и нормально они будут всё это дело сушить. Теперь вопрос. Проём под сброс белья у нас всего лишь 20, где-то, нет, где-то 15 на 30 можем сделать. Такой. Что с ним делать? Надо ли его вообще делать? Не знаю. Мало места. Места мало, прям мало. То есть я уже и так думаю, что он будет с изгибом здесь с поворотом, здесь с поворотом, потом вдоль стенки где-то падать сюда в белье сбросник. Потому что здесь уже будет машинка стоять, здесь будет слив с машинки. Короче, как-то вот так. Так, плитка высохла, и я сейчас буду уже начинать класть стену. Но прежде чем её класть, укладывать, первое, я сейчас пройду провилом, соберу все огрехи, которые есть на стене. Их нужно будет хорошенько срубить. Все. Сейчас я это сделаю. После чего стену надо будет прогрунтовать. Ну, грунтовать я не буду, я буду её просто мочить, чтобы была лучше адгезия. И всё, я начну класть в плитку. Ну, а вы смотрите. Друзья, давайте зарубимся наспором. Успею до Нового года, нет? Сделать эту работу. Времени-то осталось совсем немножко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья мои, скоро это всё ляжет по полочкам, будет аккуратно уложено, но пока это в таком виде. Если вам интересно, чтобы я сделал обзор на все инструменты, которые использовал за этот сезон, пишите в комментарии или ставьте какой-нибудь плюсик, или напишите там слово из трёх букв. О-о-о-о! Напишите предложение из трёх слов, и я обязательно сниму для вас этот видос. Вот. Дальше. Пойдёмте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Один момент, который хотел вам акцентировать внимание, потому что в видосах про укладку плитки в котельной мне прилетала куча комментариев о том, что я сделал всё как в больнице. Ну, короче, были много гневных комментариев. И я согласен, что, скорее всего, это так и выглядело на тот момент, когда просто была комната. Но сейчас, когда я это всё обвешал оборудованием, ну, конечно, ещё есть неуклюжие моменты, скоро я добью всё это дело до красоты, ну, закрою кабель-канал и так далее, ну, закрою кабель-канал и так далее. Просто я пока ещё не знаю, может быть, здесь добавится какое-то оборудование. Ну, и надо, конечно же, вот эту систему автоматики тоже нормально повешать, потому что мне просто газовщики её вчера сделали, ну, доделали. Но самая главная суть, что теперь котельная уже смотрится так, что кафель является просто фоном. И если бы здесь я сейчас напестрил бы какими-нибудь разноцветными плитками, смотрелось бы это на самом деле убого. Не буду никого оскорблять или обижать, не убого, но не очень красиво. Поэтому однотонная белая плитка в совокупности с оборудованием котельной смотрится теперь, по моему мнению, очень здорово. По этому же принципу я не стал в прачечной тоже изобретать какой-то велосипед. Хотя уже были мысли, например, взять серую плитку и пустить её какими-нибудь полосами по горизонтали, либо по вертикали. Но позже я ушёл от этой затеи, подумал, что будет здорово просто сделать это всё белым цветом и уже не трепаться. Слушайте, по-моему, получаются шовчики очень даже неплохие при моей максимально быстрой укладке. То есть просто вставляю крестик, либо вставляю 4 крестика. Нормально, ровненько, аккуратно. Главное периодически подравнивать послойно. То есть где-то бывает начинает опускаться слой, я туда подложу крестик так или подложу их два, и у меня равняется нормально. Вот так получается. Редактор субтитров А.Семкин Так, первая стена готова. И уже угол второй. Короче, ребята, это прачечная. Я думаю, что простым пластиковым уголком закрою вот эти места, и будет всё нормально смотреться. Просто поставлю здесь пластиковый уголок, загермечу это. Это прачечная, это подвал. Это, ну, котельная прачечная. Конечно, я себе отмазываю, наверное, потому что я всё-таки идеалист. Но пусть будет так. Нормально. Дальше идём. Так, друзья, ну, пока у меня подсыхает верх, который я, видите, на маленькие кулачочки наставил над дверью. Ни в коем случае, кстати, нельзя заходить сейчас в котельную. Хочу показать, чем занимается моя супруга. Она не филонит. Она работает на уровне со мной. Она прям готовит наш дом к Новому году. Что делаешь? Расскажи. Мажем. Мажем. Или замазываю. Мажу. Друзья, знаете, что хочу спросить? Смотрите вот на этот цвет. Мне кажется, крутой цвет. Можно даже сделать что-то контрастное. Такой-нибудь серый вот именно этим цветом. По-моему, он смотрится прям благородно. Он коричнево-серый, а надо холодный-серый. А, холодный-серый, такой синевый, да? Да, да. Ну, возможно, возможно. Ладно, я пошел дальше делать дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так что-то я примерил и понял, что слишком много выпирает. Мне кажется, надо вообще делать вот такую узкую. По факту она будет прятать только две трубы. Больше у нее задач нет. Зато я потом нормально сюда поставлю корзину для сброса белья. Короче, уменьшаю ее наполовину. Друзья, хочу задать вам один вопрос. В новогодние праздники планирую заняться лестницей. Принцип работы такой. Вот эти все стороны я закрываю керамикой, а на сами ступени у меня решение использовать фанеру. Ту фанеру, которую я приобретал для детского, помните, детского комплекса. Ну, то есть я взял зацепы вот эти все подъемные, чтобы дети лазили. Но так как мы ударились прям в интерьерную стройку, в интерьер, у меня на это совершенно нет времени. Поэтому я подумал эту фанеру пока использовать на ступени, по ступенке сделать из керамогранита, который у меня остался. Помните, там несколько пачек лежало здесь у стены. Также я взял полировку и взял шлифовальный аппарат. Вот такой, которым я буду зашлифовывать неровности и потом это все дело заполировывать. Теперь, собственно, вопрос. Одобряете ли вы использование фанеры на ступеньках? Или лучше взять, например, мебельный щит, нарезать его и уже приклеить его на ступени? И второй вопрос. Как вы считаете, как было бы правильнее это все клеить? В моей мысли сейчас такой вариант. Я просверливаю отверстия, анкерю их с другой стороны на ступеньки, потом туда заливаю химический анкер и утапливаю. Пустоту, которая под ступенькой будет, наверное, пропениваю. Если такой вариант хороший, скажите. Если считаете, что есть какие-то лучшие варианты, то тоже хотел бы от вас услышать. Ну и, друзья, как всегда, техника, которую я использую в своих видосах, я оставляю ссылку вам всегда внизу в описании. Ну и, конечно же, в ближайших роликах я вам подробно расскажу об этих машинках. Стоит брать, не стоит, насколько хороши или насколько плохи. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Осталось сделать обводку от дверей. Нужно сделать также вот эту часть, нужно сделать потолки, но потолки я буду делать позже, когда мы уже поймем по всей технической части, где что у нас будет. То есть, возможно, здесь еще какие-то коммуникации пойдут. Так, принял решение, что вот эту оляпистую некрасивую плиточку я закрою уголочком 5 на 5 миллиметров, а сверху уже поставлю кабель-канал. Так называется апанелка у пластиковых дверей и окон. Есть маленькие апанелочки, а есть такие серьезные кабель-каналы, ну, такие прям взрослые. Вот мы поставим уголочек, закроем вот эту штуку, герметиками замажу, а сверху кабель-канал прикрутим, и будет просто замечательная апанелка. Ну, а по поводу вот этих швов, друзья, я не буду сейчас рекламировать ничего, просто покажу классную штукенцию, а вы уже сами там думаете, хотите, не хотите, смотрите. Короче, она очень аккуратно и дозированно подает герметик. Сегодня я уже этим заниматься не буду, но в ближайшее время мы заклеим апанелку, и будет все красиво. Так, братцы. В общем, а давайте сделаем по-другому. Женя, иди сюда. Это же все-таки комната в большей степени ориентирована на твое время развлечения, правильно? Как тебе, скажи? Какой доз здесь, загуляю с дельем. Ты довольна, что тебе муж сделал? Была мысль про один угол, что мы поставим там шкаф, поставим, наверное, вот у этой стены шкаф, и поэтому у нас будет все красивенько закрыто, здесь лишние всякие недочеты, так скажем, правильно? А шкаф вообще зачем нужен, прачечный шкаф? Ну как зачем? Порошки составить, там, не знаю, тряпочки какие-то, полотенца складировать, чтобы они не где-то там в комнатах, в шкафах. У нас вообще не предусмотрены нигде шкафы, ну вот для вот таких вот всяких мелочей. То есть здесь будет, да, такой вот для... Хозяйственная часть, короче. Ну да. Ну да, классно. Друзья, ну, в общем, на этом, наверное, видос мы закончим. Ставьте лайки, если видос вам понравился, и пишите в комментариях, что конкретно вы бы советовали нам добавить, и что бы вы советовали нам убавить. Кстати, теплые полы сейчас греют очень хорошо, сейчас стою босиком на полу, и мне очень тепло. Вот, ну все, до скорых встреч, увидимся через пару дней, пока, пока.